Я ж вас только что покормила. Готовлю Маруся завтрак во время 6 утра. Так вот темно за окном. Так вот темно. Чай с ромашкой, это яблочки в школу. Вот так вот утром звучит Азан. Замер. Замер. Слышно, Мамазан? Окна закрыты. Маруся уже будильник свинит. Все тебе надо понюхать, да? Чужие вещи тебе надо понюхать. Ой, сейчас поедем на этом лифте, в котором я сидела в новогоднюю ночь. И он сейчас так гремит. Нет, кто-то раньше меня вызвал. Значит, я поеду на грузовую. Либо кто-то приехал на 8 этаж и сейчас приедет за мной. Ждем. А мы с Шанельчикой идем гулять на набережную, да, моя хорошая? Да, моя хорошая красавица? Что, мама тебя вчера постригла? Ну, пойдем. Всем привет. Привет, Ютуб. Солнечный привет из Мерсина. Эти дни я не делала видео, но сейчас потихонечку расскажу, чем я занималась в выходные дни и вчера. Слышите, какой скрежет? Я этот скрежет слышу у себя в квартире, когда кто-то едет. Это ненормально. Он трясется и вот так вот гудит. Слышите? Страшно, страшно. Трясется, чувствуете? Выходим. Даже Шанельчка переживает. Красоту вам, девочки-мальчики. Сейчас встретила КПДжи, сказала ему про лифт. Он говорит, я позвонил. Все хорошо, все под контролем. Вот она, финишная прямая к нашей набережной с золотыми львовушками. Ой, собачка. На балконе где-то Лайт увидела. Шанельку. Вот они. Все видят собачки-охранники. Все видят. Шанельчка. Не прошло и получаса, мы с вами уже на нашей набережной с золотыми львушками. На улице благодать, друзья мои. Время, начало пятого. Красота, тепло, море. Посмотрите. Видно море. Сейчас подойдем с вами. Судя по тому, что отсвели цветочки, как будто, знаете, бабье лето. Осень. Ну, здравствуй, Левушка. Давненько мы не виделись. Вот такая вот красота у нас здесь. Качельки заняты. Подойдем с вами к морю. И тут качельки заняты. Птицы поют. Благодать. Хочу сказать огромное-огромное спасибо вам за добрые комментарии. Благодаря вашим комментариям у меня такой стимул снимать свои влоги. Вы не представляете. Вы делаете меня счастливым человеком. Спасибо вам большое. Всем, всем вам передаю самый солнечный привет из Мерсина, со Средиземного моря. Вот сидит рыбак с удочкой. Меня попросил Александр из Питера посмотреть, что он наловил. Но я не вижу ни ведра, ничего не вижу. Может он ничего не наловил. Удочка стоит у него. А ведерко не вижу. Давайте дальше с вами прогуляемся. Там вот сидит рыбак на камнях. Но я тоже ведерко не вижу у него. Что он там ловит? Этот рыбак стоит без ведерка. Не знаю, Александр, какой улов. Посидим с вами и с Шанелькой, подышим морским воздухом, пообщаемся. Ну что у нас из главных новостей, друзья мои? Порадуйтесь за меня. Звонит мне в воскресенье Машалах. Привет! Что делаешь? Я говорю, да ничего, особо говорю. Отдыхаю. А я как раз блины жарю. И он такой, скинь мне локацию, мастер к тебе придёт, посмотрит окна. Друзья мои, представляете? Дождалась, дождалась. И правда, через полтора часа приехал мастер, красивый мужчина в пиджаке. И сделал мне окна. Насчёт балконного окна он сказал, что его починить нереально, что эти окна чаще всего текут, потому что уже срок годности подошёл к концу. Ну как бы, что давно стояли, и лучше их поменять. А другие окна он мне сделал силиконом, почистил и всё сделал силиконом. Так что и сказал наблюдать, что если, не дай бог, будет течь, он придёт и всё снова исправит. Так что порадуйтесь за меня. Та-дам! А у нас, кажется, закончилась зима. Сегодня так жарко. Я в этой куртке. Мне очень жарко. Я не знаю. Мне кажется, что уже дождей не будет. Слава богу! Вот так вот сидит, смотрит на морюшка моя Шанелишка. Красавица моя. А вот вторая новость, то, что я самостоятельно постригла нашу Шанельку. Посмотрите. Она теперь Лёвушка. Она теперь Лёвушка. Остался только хвостик и мордочка. Ну, над мордочкой можно ещё поработать. Можно ещё поработать. Так что с ушками поработаю. Просто она уже устала. Я же её сама стригла. И то я давала ей отдыхать. Она вела себя очень хорошо. Ну, что, моя хорошая. Мама тебя решила подстричь? Наконец-таки! Наконец-таки! Ой, есть у меня старая простынь. Зачем-то родители мне её передали ещё из Эстонии. Тишулечка. Сейчас застелю простыню стол. Поставлю сюда Шанель. И машинкой попробую постричь сама, самостоятельно. Тише! Тише! Контролируй! Всё контролируй! Вот такая вот у меня машинка. Купила её на чаши. На чаши, друзья мои. 400 лир, кажется, не помню. Ну, что-то в пределах 15 евро. Это машинка для мужских стрижек. Ну, так как у Шанельки волос, а не шерсть, она прекрасно подходит. Рыжик! Рыжик! Всё, проспишь! Запоминай Шанельку, какая сейчас, какая будет потом. Ты жуля! А не, пофиг дым. Ну, с Богом! Ну, что, запоминаем Шанельку такую, какая она сейчас. И будем её расчесывать и стричь. Я, конечно, ждала Леночку, но не дождалась. Буду пробовать сама. У меня есть машинка. У меня есть насадка. Правда, я не знаю, как правильно надевать. Это я включила, чтобы её подготовить. Чтобы она ничего не боялась у меня. Чтобы она была такая вот спокойная моя девочка. И начнём мы с попочки. Отсюда начнём. Встань, зайчик. Встань. 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 С костика начнём. Ой, насадочка мне не подходит. Уберу насадочку. Уберу насадочку, она мне не подходит. Будем без насадочков. Да, моя хорошая? Будем без насадочка. Ой, замечательно. Замечательно. Красивый хвостик сделаем. Рысенький такой хвостик. Спиночку. Далее, в пакетик 6 положить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первая моя самостоятельная стрижка. А что? Сделала я из Шанельки Лёвушку. Левать сделала. В морду и хвост оставила, а всё остальное постригла. Ну, потому что... А потому что вот такая вот чудная искупала её, она веселится. Конечно, нужно ещё ровнять и ровнять. Надо узнать, как стригут мордочки. Я этого всего пока что не умею. Но как бы смогла, спокойненько, она молодец. Не писнула, не визнула, никуда не рыпалась. Вот так вот я её постригла. Пришёл. Проспал ты всё, Рыжуля. Всю стрижку проспал. Да-да-да. Шанеля! Ай, ты красавица моя! Ай, ты красавица моя! Любовь моя, любовь мамина. А за окном у нас солнышко. Ай, красавица. Шанель! В камеру хоть посмотри. Не хочет, друзья, не хочет. Шанельчка рядом. Красавица. Постригли её. Помыли её. Моя ты девочка. Это она так носиком нюхает. Тут печёночка у мамы готовится. Печёночка готовится, да? И сердечки куриные. Друзья мои, я не знаю, как вы, а мне так захотелось. Вот я готовила паштет, да? И мне так захотелось, знаете, в сметане. Печёнка в сметане. Я вот сегодня готовлю. Что у меня здесь? Лучок, морковочка. И добавлю потом сметанки. Будет мне очень вкусно. Ваши документы, пожалуйста. Время 5 часов вечера. Светлана из Чайковского прислала мне фильм. Начальник разведки. Ну вот, начинаю смотреть. Многосерийный фильм. И вот такой вот у меня обед-ужин. Обед-ужин такой вот. Печёночка, рисик. Ну и, конечно же, вкусные помидорки. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Здесь не только печёночка, здесь ещё и сердечки. Очень вкусно. Я уже попробовала. А фильм, кстати, очень классный. Светланочка, огромное спасибо. Смотрите, какой красавчик лежит на солнышке. Спит. Прогуляемся с вами немножко подальше. Там, вижу, ещё сидят рыбаки. Хочу поснимать, что же у них за улов. Так что, видите, Машалах какой добрый человек. И этот мастер по окнам говорит, что Машалах его уже несколько месяцев назад просил зайти ко мне. А у этого не было времени. И он нашёл этот час свободный в свой выходной в воскресенье. Представляете? Ой, так, а рыжик-то влюбился в него. Вы бы видели, как он около него. И так, и сяк. Ой, этот рыжуля. Вот рыбаки, кажется, с удочками. И котики там. Сейчас подойду. Вот стоит удочка одинокая. И вот там парень с девушкой. Рыбаки сидят. Но я не вижу вёдер. Мне неудобно подойти, посмотреть, что они там словили. Если честно, они так уединились. Им так хорошо вдвоём. Не буду нарушать... Не буду нарушать их отдых. Пускай отдыхают. Посмотрите, все беседки заняты. Друзья мои, посмотрите, какая красота. Люди играют бонбинтон. Кто-то сидит, общается в беседке. Ну, посмотрите. Погода просто сказка. Я вам серьёзно говорю. Вон люди в кофтах вообще. Я в своей курточке, футболочке. Мне очень жарко. Мне нужно всё-таки жилетку прикупить на такие прогулки. Вы правы, кто мне рекомендует жилетку. Красиво у нас набережная всё-таки. Я вот смотрю других блогеров, ну, в других городах, даже в той же самой Анталии. Ну, нету такой красоты. Ну, нету. Около библиотеки, смотрите, кафешка с горячей едой. Какая очередь из студентов покушать стали. Так, ну вот ещё один рыбак. Он один. Может быть, я подойду. Не засмущаю его, поснимаю, что он ловит. Гороба! Гороба, да? Балык? Бар? Йок. Йок. Пошекюри дарим. Ну вот, Александр, рыбы нету. Может быть, он только пришёл. Но рыбы нету. Вот какая очередь. Видите, студентов. Сегодня вторник, друзья мои. Вторник. Ой, впереди собачка. Возьму Шанельку на ручки. Шанельочка, иди сюда. Ещё на выходных я ходила, конечно же, на курсы турецкого языка, друзья мои. Ой, Шанелька увидела пёсик и лает. Шанельочка, нельзя, пускай пёсик идёт, гуляет. Смотрите, у нас новое покрытие для беговой дорожки. Посмотрите, как аккуратно насыпали. Ещё буквально неделю назад, да, мы с вами гуляли, здесь проводились работы, а сейчас вот такая вот красота. Шанелечка хочет собачкой. Взяла её на ручках. Так что наша учительница купила от нашего курса себе подарок. Помните, мы в конце категории А1 сделали ей подарок? Подарочную карту с магазина Бойнер. Так вот, она купила там себе кожаную курточку, ну или кожа заменитель. Вот, и пришла, такая нарядная, ей так нравится. Она нас благодарила. Ну, такая красотка у нас. Продолжение следует... На травку пошла с Шанелькой. Она всё рвалась к той собачке. Как раз хозяин пошёл здесь, и мы идём по следу. Идём по следу с Шанелькой. Всё, нюхает, нюхает. Смотрите, как красиво. Здесь клумба, надпись, смотрите, буквы выложены. Интересно, что здесь написано. Это надо сверху смотреть, с дрона. Класс. Да, посидим, отдохнём, посмотрим на море. Посмотрите, друзья мои, сколько чаек, да? Какая красота. Загадывайте желание. Пусть оно обязательно у вас будится. Кто ещё никогда не был на море? Я желаю вам, чтобы вы обязательно приехали и искупались в Средиземном море. Может быть, в чёрном, в красном. Средиземном море? Средиземном море? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы уже идём домой с Шанелечкой. Я обратила внимание, посмотрите на первой линии, сколько продаётся квартир. Объявление, видите? Очень много продаётся квартир. И вот... Это старые постройки здесь и здесь даже наверху. Это перед трассой Д-400, как раз по прямой наша улица Университетская. Это старые постройки, здесь большие квартиры, большие балконы. Тоже СИТЭ с бассейном, вот, беседка, бассейн. Развзяла её на ручки, Шанельку. Разговаривала с Машалахом, он говорит, Светлана, столько много работы, столько много работы. И я такая думаю, ну да, скоро будет реклама на канале, друзья мои. Вот мы вышли на трассу Д-400. Вверх пойдём. Это наша улица Университетская. Это торговый центр Дипол, где я всегда встречаюсь со своими зрителями. Первый раз мы здесь встретились и познакомились с моей Леночкой. Это трасса Д-400. Там Тэджи. А если туда поехать, там Чарши, Форум. А мы с вами перейдём дорогу. Побежим с вами. Хоть и красные, но машин нету. Пойдём. На этом светофоре всегда машины пропускают. Светофор работает, так что не опасно переходить. И вообще я уже отурчанилась. Я уже чувствую, когда можно переходить, когда нет. Всё хорошо. Она так устроилась у меня на ручках ей. Классно. Фактинг-джём. Фактинг-джём. Цена. Фактинг-джём. Цены мои хорошие, сейчас я вам поснимаю. Мандарины 14, апельсины 9.50. Курма 50, бананы 45, салат 14, салат 30, лук-порей килограмм 20 лир, морковка 19, редис 14, кабачки 34, брокколи 30, картошка 24. Такие вот цены в магазине. Конечно, на базаре чуть дешевле. О, а давайте посмотрим, сколько огурцы, зеленые огурцы. Смотрите, друзья мои, в магазине дороже, 52 лиры. Зеленые огурцы, 52 лиры. Я вам не стала снимать базар в этот раз, а потому что мало просмотров, мои хорошие. Что-то вы у меня балуетесь совсем. Базар вам неинтересно. Вот. Так что делаем перерывчики. Каждую неделю вам базар не буду снимать. Это мы идем по моей любимой улице Университетская. Вот магазин Гроссеры на углу. Зрительница попросила снять обзор. Магазин Гроссеры как-нибудь сделаю. Главное, чтобы смотрели. Но у меня что-то плохо смотрите. Базар, магазин плохо смотрите. А здесь вот очень вкусные орешки, семечки. Сейчас вот орешки жарятся. Вот здесь вот ароматы на всей улице. А когда мы шли на набережную, здесь семечки жарили. Все улыбаются, мои шанельки. Такое вот кафешка. И скафешки на каждом углу. Так. Вот большой перекресток. Если мы повернем направо, мы выйдем к нашему торговому центру большому. Ксайя-парк. Вот там вот ксайя-парк. Мы пойдем вверх. Вот, мои хорошие, не доходя чуть-чуть до Баймар-магазина, находится моя поликлиника. Это государственная поликлиника. Здесь мы ходили бесплатно к доктору. И он выписывал лекарства моей Маруси. Назначал лечение. У нее был отит. Инфекция в ухе. А вот уже Баймар, видите? Так что рядом с моим домом поликлиника. Это уличная еда. Я сразу вспоминаю наш с вами разговор. Помните, как я хотела такую машинку, чтобы блинами торговать. А уличная еда здесь, видите? Рисик, курочка. Все классно. Так, переходим в улицу. В Лобаймар, видите, находится сколько банкоматов. Моего зерат нету. Я хожу туда наверх, в конторе. Шанельчка ведет меня домой. Ну, здесь такие цены. О, мне лимон к чаю надо. Ну, я сорву у нас. Сорву у нас, друзья мои, на территории. Сейчас главное не забыть. У меня сегодня закончился как раз. Такие вот цены. Видите, яблоки по 39, а на базаре по 20. Это наш Баймар. Хороший магазин. Заскочила в Баймар, друзья мои. Купила свежайший хлеб. Идти домой. Вот наш базар. Уже как-то веселее, да, проходить. Правда, он не работает сегодня. Вторник. Ой, а здесь всегда готовят вечером мидии. Когда-нибудь с вами обязательно купим мидии. Будем кушать. Вот такой вот у нас большой базар. Кто еще не знает, кто спрашивал, где находится. Вот находится перед магазином А101 около Баймар. Баймар у нас получается сзади. Вот Баймар. Сворачиваем и идем домой. Вот мои хорошие, смотрите, они уже прямо на земле лежат, эти лимоны у нас. Так что будет мне вкусно к чаю. Шанельчка такая прибежала. Так, мама, что ты хочешь? А мама хочет... Ой, я мой лимончик чаю хочу. Вот такой вот. Ой. Ну, не благодать ли? В каком раю я живу. Пришли счета уже за электричество. Ну, я смс-ку получаю. Это наши почтовые ящики здесь. По-русски нурсипед. Сейчас-то она ездит на сервисе. Ну, что на каком мы? Шанель! Шанель! Что там? Ну, и где наш лифт? О, поехал грузовой. Отлично с вами погуляли. Я спарилась. Да, хорошая погода. Всё, надеюсь, зима закончилась. Надеюсь, закончилась. Нас встречает кто? Вот кто нас встречает. Рыжулечка нас встречает на жердочке. Красавчик. В солнечных лучах. Рыжулечка уже здесь дремлет. А у меня уже опять блины. Опять блины, друзья мои. А за окном вот такой вот закат. Солнышко садится. В субботу ко мне заезжал Костя с Машенькой. Я угощала их паштетом. И он мне сделал ручку. Так что вот спасибо ему огромное. Он снял оттуда, друзья мои. Вот оттуда снял. И сюда придел. Потом я куплю. И уже поставим туда. А я снова готовила борщ. Угостила ребят борщом, паштетом. Борщ доели. Очень вкусный борщ. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...